Всем привет, в эфире канал Алиэкспресс Байер и сегодня у нас на распаковочке достаточно мощная и интересная колонка фирмы Зиалот, модель КС-7. Кстати, ради интереса я заморочился, посчитал, оказывается у меня на канале уже было целых 15 видео про портативные колонки, так что сегодня эта колонка по очереди 16-я. Кому интересно посмотреть на другие портативные колонки, в описании к видео есть целый плейлист, где у меня только видосы о портативных колонках из Китая. Ну а пока начинаем! Распаковка! Очень большая по размерам и тяжелая коробка. Логотип фирмы Зиалот содержит букву А, очень похожую по начертанию из группы Металлика, это я уже в прошлом видео про защищенную колонку одну от этой конторы рассказывал. Открываем дальше. Выдвигаем в сторону. От упаковки очень хорошие впечатления. Достаем саму колонку. Уверен, что здесь все будет как обычно. Мануал, хорошая полиграфия, есть английский язык, microUSB для зарядки, шнур сделан в форме шнурка, то есть он плоский, и AUX кабель нам тоже положили. Спасибо! Переходим к самому интересному. Достаем из упаковки колонку. Первое открытие, конечно, четко, очень четко. Я немножко поменял ракурт, чтобы было дальше удобнее делать обзор. Сейчас мы снимем еще защитную пленку, которая на верхней панели колоночки. Итак, давайте расскажу поподробнее про эту колонку, чтобы сразу иметь представление о ней. Эта колонка мощная. Производитель заявляет ее мощность целых 26 Вт, причем в ней установлено 4 динамика. Два динамика установлено по 8 Вт, что дает нам 16 Вт, и еще два по 5 Вт. В принципе, здесь открыта страничка товара на сайте Алиэкспресс, и видно, как она выглядит разобранная. Спереди и сзади все защищено сеткой гриль, которая сделана из металла. Сверху пластиковый глянец, снизу большая, просто вот это все огромная резинка, чтобы колонка не скользила по поверхности. Сзади порты. AUX, USB полноценный, TF-карта для воспроизведения музыки с флешки, microUSB для зарядки, и рычажок ON-OFF. Управление на этой колонке сенсорное. По конкурентам хочу сказать, что я эту колонку ставлю на один уровень с Tronsmart Element T6, потому что Tronsmart Element T6 имеет почти такую же мощность. И также она очень похожа на Tronsmart Mega, имеет такую же форму, имеет такую же подсветку, тоже тач-управление. То есть, по идеологии, это конкурент Tronsmart Mega. И раз уж мы говорим о конкурентах, должен рассказать по цене. Сейчас видно, что колонка в обычное время стоит почти 3400, это много, потому что тот же T6 можно купить за 2600 в Китае. Но конкретно эту колонку я купил по акции, когда был день рождения AliExpress 8 лет. В то время колонка стоила 2300, еще 90 рублей списался. У меня был там спецкупон AliExpress, и того. Лично я эту колонку, ну округлим, за 2300 купил. Эта цена, конечно, гораздо интереснее и на 1000 дешевле, чем она продается сейчас. Также надо отметить, что здесь просто гигантская батарейка. Батарейка на целых 10 тысяч миллиампер часов. Я видел отзыв в интернете, кто-то ее разбирал, там реально стоит целых 4 банки вот обычных аккумуляторов, которые 18650 называются. Так, ну мне уже не терпится включить этого зверя и затестить его. Давайте это сделаем. Эй, зверь, алло! Зверь не работает. Значит, надо будет его сейчас заряжать. Итак, прошло уже полчаса времени, колонка чуть-чуть подзарядилась, второй лампочкой начала мигать диодной. Давайте включать ее. Звук включения и озвучивания режима вы слышали. Дальше видна очень красивая подсветка голубого цвета. Подсвечивается здесь целая пластина и кнопки тоже подсвечиваются синим цветом. Давайте сейчас я закрою окошко, чтобы посмотреть на это в более темном помещении. Насколько я понимаю, вот эта подсветка голубого цвета очень роднит по своей задумке с Tronsmart Mega. Красиво выглядит в темное время. Вообще классно. Ну что, пришло время затестить, как звучат наши 26 ватт. Доступное устройство S7. Подключаемся. Сопряжение прошло. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, друзья, скажу честно, гораздо большего я ожидал от этой колонки, гораздо большего. Весит она целый килограмм, 4 динамик, 26 ватт, но тот же, я не знаю, Tronsmart Element T6. Я даже думаю, что вот этот олдовый GKR1000 всего лишь за 2000 рублей выдает больше баса, чем эта колонка. Здесь бас, конечно, какой-то есть, но он не такой глубокий. К тому же здесь задраны верхи высоких частот чересчур много. Мне вот прям не нравится такой звук. Она как бы громкая, но высоких частот много. Как-то это все по ушам резко бьет. Вот мне не нравится. Пробовал я поиграться с эквалайзером, ставил усиление баса, высокие частоты чуть-чуть вниз прибирал. Не, все равно она звучит как-то не так. Блин, не ожидал я, что за такие деньги так клево выглядит колонка. Такие характеристики заявлены хорошие. Но по звуку далеко не лучший выбор. Не могу я прям посоветовать покупать эту колонку своим подписчикам. За эту сумму гораздо лучше можно по звуку именно приобрести колонку. Ну и, кстати, тач-управление тоже мне не очень понравилось. Звук здесь регулировать на этом кружке. По инструкции написано, здесь нужно его вращать в разные стороны. Я что-то крутил-крутил, нормально там все время палец куда-то соскакивает такого, чтобы полностью убрать звук в плюс или в минус у меня не получается. В общем, еще раз, колонка дорогая, по звуку посредственная. Короче, блин, не зачет ей. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам интересны распаковки товаров из Алиэкспресс, ну и в частности портативных колонок. Всем пока! Продолжение следует...